Дмитрий, на финал, вот вы об обществе снова, у нас украинское общество одновременно и оно молодое, и вот воспринимает очень многие такие моменты, как молодой человек, я вот даже, кстати, смотрю по поводу огромного количества петиций, по поводу легализации всего в Украине, там вот оружие, мы четко понимаем, что это нам надо сделать, но мы не подготовились в собственную систему к этому. И вот на этом примере очень много всего, и украинское общество достаточно радикально воспринимает опасность и проблема, которая перед ним стоит, проблемы. Как оно перестроится? Можете сказать мне на фоне, например, давайте на фоне русского языка. Вот как украинское общество русского языка. Вот есть у нас русский язык, и как вот украинское общество будет вокруг этой темы языкового вопроса далее трансформироваться? Я сейчас это говорю не потому, что русский язык это официальный язык Российской Федерации, я говорю о том, что русский язык, ну как минимум, прописан в 10 статье Украинской Конституции. И на русском языке у нас вторая страница паспорта, ну тоже, к слову. Как вот дальше вокруг этого будет трансформироваться все? Это тяжелейший гуманитарный вопрос, которым пользовались политики до войны, раскалывая общество и создавая свой электорат. И которыми многие начинают уже пользоваться сейчас, потому что то, что сделал Путин, напав на Украину, он сделал заложниками всех русскоязычных патриотов Украины. Я видел много видео сейчас, как отвратительно все это смотрится, когда переселенцев там с Харькова, с Николаева, которые там вынуждены переехать в западную часть Украины нашей, единой страны нашей, и там стоят в очереди за гуманитаркой, а им там вот это вот упрекают, угрожают, рассказывают про москальскую мову и так далее. Это отвратительная история. Те, кто разыгрывают это, я считаю, это не меньшие враги, чем внешний враг. Потому что сегодня, посмотрите, я бы этих людей хотел спросить, вы поезжайте в Харьков, в Мариуполь, в Бердянск, в Одессу, в Николаев, просто поезжайте, посмотрите. А ведь это русскоязычные города, и там люди воюют, и в окопах говорят на русском, на венгерском, на Украине. Мы же одна страна, и победить Путина сегодня же можно в единстве, а не устраивать качели, кто на каком языке лучше любить свою страну. Это общественное, но оно будет, это тикток истории, скажем так, оно всегда было в Украине, оно всегда будет, и будет вот эта вот мелочь в кассира тоже. А с другой стороны, смотрите, если мы говорим о большой политике, меня немножко успокаивает тот эффект, который мы наблюдаем в СМИ и в медиа. Вот смотрите на Арестовича, официальный спикер власти, все самые популярные его интервью, спичи, все на русском языке, и он объясняет, почему он это делает так. Там Виталий Ким, которому вообще абсолютно все равно, что там скажут, он говорит так, как ему удобно, в данной оперативной минуте. Ну и много-много-много всего таких, и это оно как бы, смотрите, оно сглаживает углы. Так ты же абсолютно привел, да, замечательные примеры, мы же об этом же и говорим, что вот после того, как мы победим внешнего врага, надо открывать два внутренних фронта. Вот мое глубокое убеждение. Второй фронт, это жесточайшая борьба с коррупцией, должна наступить немедленная, быстрая, жесткая. Да, и еще один второй фронт, это вот этот гуманитарный фронт. Надо заканчивать этот раскол и деление людей на тех, кто на каком языке больше любит свою страну. Потому что русскоязычные граждане нашей единой Украины вынуждены выезжать за пределы, потому что остались без жилья. Да, что же они теперь должны ощущать себя гражданами второго сорта? Конечно, нет. Поэтому те, кто вот это распалывают, да, и как это, разжигают, да, это работа на врага внешнего, да. Это диверсия гуманитарная. Ну и в конце-то концов, Макс, ну русский язык, это же не язык Путина и Шойгу, а язык Гёте, это не язык Гитлера, а язык Шиллера, это не язык тех, кто там, не знаю, бомбил Хиросибу. Ну давайте ж как-то, да, не превращаться в одноклеточных, да, все-таки осознавать, так мы едины или мы нет? И что касается языка, господи, ну, якщо ты громадянин Украины, ты зобовязанный знать и коррестуватися вільно там державную мову, какие питания? Да, едина украинская, едина державная мова украинская, не треба её захищати, тому що никто на ней не нападає, але, если ты разговариваешь в обычной жизни на русском языке, это твой родной язык, ну почему, ну почему тебя должны вот этим попрекать, особенно сегодня? И правильно я видел возмущённые взгляды воинов, ну русскоговорящих солдат, офицеров, которые говорят, вы там не охренели, а? Мы, говорит, здесь воюем, да, за вашу мирную жизнь, а вы там рассказываете, на каком языке надо разговаривать, какие памятники сносить. Зачем? Дмитрий, да, может быть... Это плохая история, это плохая история, которая не делает нас сильнее, сделает слабее. Она... ну зачем? С культурой, зачем бороться с культурой? Бороться нужно с конкретными персоналиями, с режимами, потому что все воины в мире затевали персоны, автократы, цари, режимы, да, но с культурами-то зачем бороться? Ну что сделал плохого там, не знаю, Пушкин там, не знаю кто, Гоголь и все... Я хочу сказать, что у украинцев, которые занимаются как раз таки культурными питаниями, они сейчас, аргументующие позицию, почему не нужно Пушкина, они вкладывают в это аналитику и сенсы. Ну, потому что, на самом деле, Россия, это же не Путин, Россия, это для них там поколение. Ну, Россия, и империя и так далее. И они поясняют на пальцах, чему это небезопасно, чему мы раньше на это очи закрывали, а чему сейчас это небезопасно. Тут, да, это для дискуссии. Мое глубокое убеждение, что если ты обедняешь себя незнанием, непрочтением великой классической литературы, произведений классической литературы, а многие произведения русских писателей признаны, да, мировой классической литературы, то ты обедняешь себя как человек, ты обедняешь себя как политическую нацию, ты можешь соглашаться, не соглашаться, но многие изучают этот язык, чтобы прочитать там Толстого, Чехова, не знаю, кстати, про Ревизора. Ну, почему не почитать, к нам едет Ревизор, это же про нас, это же про госсектор, про коровку. Ну, Гоголь наш. Гоголь наш, я понял. А Владимир Сеевич Высоцкий наш, не наш, там и так далее. Кто-то сказал, давайте запретим день космонавтики. Давайте там Юрия, ну давайте, правда, Королев-то наш, один из создателей всего этого. Почему вместо того, чтобы гордиться, он же ж наш, наш. Макс, вот давай поставим здесь три точки, сейчас скажу тебе почему, предложение мое. Поставим здесь три точки и после победы и после войны обязательно вернемся вот к этим вопросам. А сейчас давай хотя бы мы вот не будем расшатывать. Единственное, хочу сказать, что еще раз, победить такого внешнего врага, как нынешняя Россия, Украина может только в единстве, поддерживая друг друга и ни в коем случае не сталкивая друг друга вот по каким-то абсолютно надуманным признакам. Я очень хотел бы, чтобы лозунг 2014 года «Единокраина, единая страна» все-таки заработал на все 100%. Я сам говорю на протяжении этих полугода, что мы реально едины, это я наблюдаю во всех сферах, вот во всех сферах украинской обычной общественной жизни. Но хотелось бы, чтобы действительно такие вопросы языковые, не языковые, они вот были на паузе хотя бы сейчас. Имеет место быть такая не очень хорошая тенденция и кто-то ее должен остановить, потому что она вот начинает комом таким обрастать. И это не приведет к хорошему, это плохая история.